Второй Столопинский форум «Стратегия для России». 23 мая 2019. Пленарная сессия «Экономика роста. Международные тренды». Модератор пленарного заседания, руководитель аналитического центра при правительстве Российской Федерации Владислав Валерьевич Онищенко. Выступающие. Вице-президент Академии общественных наук Социалистической Республики Вьетнам Данг Суан Тхань. Губернатор московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Профессор факультета экономики и бизнеса Университет Гаджа-Мада Индонезия Кункуро Мудраджа. Бывший министр промышленности и торговли Чешской Республики Ян Младок. Исполнительный директор Global Federation of Comparativeness Councils Роберто Дос Рейс Альварес. Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по России Наталья Владимировна Ханженкова. Мы также приветствуем спикеров первого ряда. Уполномоченный предпрезидент Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов. Ректор МИГИМО МИД России Анатолий Вячеславович Таркунов. Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Руфат Тофикович Мамедов. Заведующий отделом международных рынков капитала и МИМО Российской Академии Наук. Председатель научного совета Института экономики Роста Столыпина Яков Моисеевич Миркин. И партнер PricewaterhouseCoopers. Председатель комитета по налоговой и бюджетной политике деловой России Кирилл Михайлович Никитин. Внимание на экран. Экономика роста. Международные тренды. В ходе подготовки дорожной карты устойчивый рост несырьевого сектора экономики России были проанализированы ключевые экономические стратегии 2010-2017 годов крупнейших экономик мира, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Китая и Канаде. Все используют схожие инструменты. Выделяют приоритеты. Список секторов локомотивов роста. Определяют набор общесистемных мер, характерных для экономики роста. Строят экономику роста с помощью и на базе управленческих решений государственного развития. Большинство рассмотренных программ экономического развития стран выделяют в качестве отдельного программного документа стратегию роста, которая включает в себя не только целевые и прогнозные показатели социально-экономического развития, но и мера, направленные на достижение этих значений. Почти во всех странах фактические значения по темпам роста ВВП оказались по итогам 2017 года выше, чем прогнозные показатели, указанные в стратегиях роста. Экономика роста, общесистемные решения. Стимулирование точек роста. Рост доступности кредита. Снижение судного процента. Осторожное количественное смягчение. Умеренно заниженный валютный курс рубля. Снижение налогового времени. Сильные налоговые стимулы за рост и модернизацию. Ускоренная амортизация. Подавление только немонетарной инфляции. Жесткое сокращение регулятивных издержек. Рост нормы накопления, производительности труда. Максимум льгот для среднего и малого бизнеса. Для прямых иностранных инвестиций. Доступность госимущества и земли. Таможенная политика, содействующая локализации производства. Государство, имеющее цель. Правительство развития, Минфин развития, Центральный банк развития Имеют одну главную цель. Развитие и устойчивый социально-экономический рост. Государство, знающее все о стране. С новыми системами анализа бигдата. Умеющее. С новыми современными системами проектного управления. Комплексно, а не ситуативно двигающиеся к цели. Постепенно, чтобы не вызывать шоков эволюционным путем. Экономическая либерализация. Создание легкой рыночной среды, стимулов вкладывать в рост. Деконцентрация. Разгосударствление. Демонополизация. Рост среднего класса, как главного субъекта экономических, социальных и политических преобразований. Правовое государство, с хорошо функционирующей системой защиты собственности. Каковы же международные данные? Есть ли универсальные рецепты роста? Второй стал Игорьский фонд. Плен... Пленарную сессию открывает модератор, руководитель аналитического центра при правительстве Российской Федерации, Владислав Валерьевич Онищенко. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые наступающие. Буквально два слова. Конечно, у каждой страны свой путь. Невозможно на опыте, только основываясь на опыте других стран, построить эффективную программу преобразования, эффективную политику стимулирования экономического роста в какой-то новой стране. Особенно в такой стране, как Россия, обладающей большим количеством особенностей. Огромной территорией, огромными срывыми ресурсами, при этом которые невозможно не использовать. Сложности исторического пути. Но при этом очень хочется все-таки использовать тот опыт, который страны накопили. Экономическая история знает множество примеров, когда, казалось бы, страны, которые не имеют для этого больших оснований, не имеют такого опыта успеха в прошлом, совершают резкий, быстрый экономический рывок, удваивая экономический рост на протяжении достаточно длительного периода времени. Для этого должны были сложиться как определенные внутренние условия, так и проводиться целенаправленная, эффективная государственная политика. Направленная именно на то, чтобы сильные стороны, с одной стороны, страны использовать, с другой стороны, использовать те неожиданные методы и подходы, которые будут эффективны именно в сложившихся условиях. Страны, которые прислали к нам сегодня представители, во многом имеют именно такой успешный экономический опыт. Поэтому, мне кажется, было бы, у нас будет очень хорошая сессия, мы сможем в диалоге обсудить те вопросы, которые стоят перед Россией, одновременно поговорив о том, какие уроки можно извлечь из опыта стран, которые либо совершают, либо совершили экономический рывок в недалеком прошлом. Позвольте первое слово предоставить господину Мудраджаду, и вопрос, который основной мне бы хотелось ему задать, это вопрос того, как удалось обеспечить удвоение ВВП, которое нужно и нам, Республике Индонезия, буквально за 10 лет. При том, что до этого страна, которая обладает таким сложным, географическим, климатическим, экономическим положением, таких темпов роста не демонстрировал. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Когда я стоят от России, я помню, что России является уровнем топ-эпорта газ, и-ээтоemen огромных и крупных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 followed by mining, mining is number two, and then agricultural products. Now, if you look at the manufacturing export, we now rely heavily on resource-based manufacturing and labor-intensive products in Indonesia. How about the country of this nation here? Here, since the financial crisis, there has been a change of direction of the non-oil and gas export in Indonesia. Indonesia exports this nation. Now, here, China has become the major export division, followed by U.S., Japan, Singapore, and so on. While here, we note that countries with high improvement trend, including Russia, increased sharply during the last six years. This is the Indonesian export to major countries, China, Japan, and U.S., that amounted about 35% of the total export. But Indonesia needs to diversify its market to emerging economies, including Russia, Switzerland, Middle East, Africa, and so on. As far as Russia is concerned, we have did some analysis here using two very simple indicators. This is market share, and this is the Indonesian trend over time, the growth. And the Indonesian export to Russia grew up about 7.2%. Interestingly, the Indonesian product have high market share in Russia and persist to increase. Now, I have to come to the end, the outlook of Indonesia. This is the projections. GDP per capita Indonesia in 2007 was about 4,100 U.S. dollar, followed that of Russia, that more than 11,000. With banks classified Indonesia now in lower middle income economies. And Babenas, our minister of Babenas, will come later, this afternoon. Babenas recently predicted that Indonesia will exit from the lower middle income economies trap in 2036. The question may arise with sector that we rely with. Indonesian economy is expected to sit towards services while manufacturing sector performance urge to be improved here. The constraints, the middle constraints, are if we talk about size. Most of the companies in Indonesia are small and cottage enterprises that absorb only about, the maximum about 20 employees. The large, we call it as small and cottage enterprises, or SCE, that has only two employees, in average, and play a minor role in terms of value-added creation and export. And how about the location of economic activity in Indonesia? This is the map of Indonesia, the large, the size of Indonesia compared to Russia, Russia is nine times larger than Indonesia, of course. But here, the location of economic activity concentrated heavily in Java, about 58%, followed by Sumatra, Kalimantan, and other outer islands in Indonesia. So, if we talk about Indonesian economic activity, most of them concentrate geographically in Indonesian western region with more than 80%. How about region or province? In Russia, it's called as federal unit. I heard there are about 84 federal units in Russia. In Indonesia, we do have 34 provinces of federal units, and if we look at the GDP per capita, here the comparison between 2001 and 2007 shows us very clearly that resource-rich provinces and densely populated regions grow and also have higher income than the average of Indonesia. Provinces also grew differently, in the fourth quarter 2018, resource-rich provinces experienced negative growth, especially here, the red color here, that some provinces experienced negative growth, although nationally we grew about 5.18%. But the other, interestingly, grew higher than the international average. To move further on industrialization state, we, Indonesia, now, develop what is called as industrial cluster-based policy, and this is the conceptual framework that I unfold with the Minister of Industry to develop. And interestingly here, the recent government set up three major priorities to develop the industrial zone, especially outside Java Island, also a specific economic zone, increase growth of industrial population, and increase productivity and competitiveness. And this is the strategy in the right-hand side to accelerate and supporting policy. And in the middle, some key industry that will be focused are following. Okay. Okay. This is the Special Economic Zone in Indonesia. That, you know, the area are given certain facilitates and incentives in order to increase competitiveness among the countries nearby. Продолжение следует... 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 Я думаю, что правильно будет вопрос к вам после такого масштабного, в общем, всеобъемничьего доклада. Я вернусь к вопросу чуть позже, когда все остальные выступят. Тогда, если позволите, я вам задам вопрос, может быть, в контексте того, что скажут все остальные участники. Пользуясь тем, что у нас к нам присоединился институт экономический рейд Максим Славович Орешков, я позволю себе задать вопрос ему. Глеб, смотря на картину такого успешного развития не только Индонезии, но и других наших соседей в Юго-Восточной Азии, что есть такого у них там, чего нет у нас? Например, возьмем, например, нашего самого большого соседа Китай. Насколько китайская экономика отличается от нас, почему мы не можем свечить, что это просто? Спасибо большое, всем добрый день. Но я хотел бы сначала поблагодарить Парисович Титолл за приглашение на форум и, на самом деле, за ту работу, которая Парисовичем делается. Известный у Парисович Центрального банка много критиков, но мало кто из них доходит к поводу практического результаты, практического документа, практические предложения, которые можно обсуждать. Когда есть позиция, когда она четко изложена, можно уже предметно дискутировать, потому что зачастую мы сталкиваемся с австратной критикой, с австратного обсуждения. Парисович, спасибо за ту работу, которая делается. Мы с вами всегда приятно дискутировать. С точки зрения могут быть отличные, но предмет для дискуссии точно есть. Если возвращаться к вопросу по Китаю, то я, наверное, спрогулировал вот такие четыре истории, которые... То, что если взять вообще любую экономику мира и витально посмотреть, что там не происходит, всегда экономический рост, и вот процесс развития можно разорвать на факторы. И это довольно легко, но относительно легко считается, какой фактор, какой он кладает. Вот если посмотреть на Китай, то я, наверное, такие четыре бы ключевые истории бы вытянут, которые позволяют в Китае вырастить сейчас около шести процентов. Первый, конечно, такой самый большой движущий фактор, фактор последних десятилетий, это процесс урбанизации, массовый переток населения из сельской местности в городскую, с очень низких уровней, уровень добавленной стоимости со стороны города в Китае, ну и в среднем по миру, значительно выше, чем то, что состоится в сельской местности, поэтому этот процесс является таким постежневым и ключевым фактором экономического роста в Китае. При этом этот фактор, он очень жестко управляет с китайскими властями, с точки зрения их разрешения на проживание в крупных городах, только сейчас, в последние годы, политика стала смягчаться. И вот эта, то есть, полномерность исхода в год, десятки миллионов людей, они переезжают из сельской местности в городскую местность, повышают уровень своей производительности труда, и за счет этого структурного изменения очень серьезный вклад в экономический росток. В Индонезии это та же самая история, где процесс организации идет очень активно. А вторая тема, это, конечно же, осознанная жертва в настоящем роде будущего. Потому что, если посмотреть на, например, всю политику Китая, ту же социальную политику, мы прекрасно знаем тот уровень, например, пенсионного обеспечения, то есть тот объем ресурсов, который экономика тратит на поддержку населения пенсионного возраста. В Китае его исторически был очень низкий, например, пенсионного обеспечения до последнего времени в сельской местности не было в принципе. Это осознанная политика, еще раз, жертвование в настоящем для того, чтобы большую часть ВВП, а если структура ВВП в Китае посмотреть, это больше сорока процентов именно инвестиционных расходов, а не текущих расходов. То есть понятно, что, как говорится, процесс развития, процесс экономического роста, на самом деле все экономические росты воспринимают что-то такое хорошее и приятное, на самом деле это очень полезный процесс. Структура любят говорить спортсмены «ноу фейн, ноу гейм». Это касается и экономики, потому что каждый экономический рост, распределительность труда, в себя должен померять на себя. Это означает, что ты и твой коллектив через год-два-три должен тем же составом делать на 10-20% больше. Это и есть экономический рост. Это не то, что тебе повысили просто зарплату, или не то, что у тебя на два раза того людей больше работают. То есть ты с текущим временем дохода должен делать на 10-20% больше. Третья история, то, чем активно занимается Китай, это, конечно же, управление совокупным спросом и кредитным предложением. Яркий пример, высокоскоростные магистрали, которые железнодорожные построены в Китае, они полностью построены на долговом финансировании, которое директивным образом сформировано государством. Откроете баланс китайских железных дорог, увидите триллионный долг, то есть там всю группу компаний взять триллион долларов долга, на эти средства были построены все китайские высокоскоростные железные дороги. И вот это управление структурой кредитного предложения и структурой спроса в экономике, оно делается вполне осознанно. Опять специально подавляется, не понимаете, вы слышите о буме потребительского кредитования, да там гигантского потребительского кредитования. Есть большое время корпоративного кредитования, финансирования строительства, финансирования развития инфраструктур, но не бума потребительского кредитования. И, кстати, есть очень такое хорошее, очень плохое для нас сравнение. Если посмотреть прошлый год, у нас больше всего портфель в банковском кредите вырос именно в потребительском кредитовании. Полтора триллиона рублей, то есть полтора процента ВВП дополнительного спроса было создано именно в потребительском кредитовании. Понятно, что если общий объем кредитования определяется возможным в экономике инфляционной тенденции, то как раз это означает, что эти полтора триллиона – это то, что съело, отъело у ипотеки и отъело у корпоративного кредитования. Вот мы видим, например, сейчас последние данные в апреле выходят, а объем выдачи ипотечных кредитов ниже, чем это было в аналогичном месяце прошлого года. Соответственно, это влияет серьезно на всю экономическую динамику, причем не только текущего периода, но и будущих периодов. Ну, наверное, четвертая история китайская – это акцент на проектах с потенциалом роста добавленной стоимости в средней и долгосрочной перспективе. Там просто приведу один пример. Китай активно инвестирует в искусственный интеллект, в государственные программы, здесь это 15 миллиардов долларов ежегодных инвестиций в те технологии, которые через 5-10 лет могут дать большую долю в мировом разделении добавленной стоимости. Потому что очевидно, что та полиция, которую сейчас Китай занимает, она Китай не устраивает. Очевидно, что в мире сам производственный процесс сейчас привносит очень мало добавленной стоимости. Это низкомаржинальная деятельность. Так как в свое время сельское хозяйство из высокомаржинальной, в 19 веке, ушло в совсем низкомаржинальную историю, сейчас мы проходим тот процесс, когда производственный процесс тоже уходит в низкомаржинальную историю. Это маржинальная, вся сосредоточена в новых технологиях, в создании новых продуктов и маркетинге. Три истории, которые формируют большую добавленную стоимость. И Китай как раз, опять же, жертвуя настоящим, объем средств изымает ради того, чтобы создать себе базу для того, чтобы действовать в будущем. Поэтому вот четыре истории, которые предопределяют более высокий темпы роста. С одной стороны, более высокий темпы роста, но с другой стороны, нужно понимать меньший уровень текущего потребления, меньший уровень социальной поддержки населения. Именно жертвуя этим самым ради будущей данники. Ну, хорошо. Вот то, что вы говорите, в значительной степени так иначе связано с инвестицией. Что Китай существенно больше инвестирует, отрывая текущее употребление. Больше инвестирует, потому что у него есть более дешевый ресурс, который он может влезть человеческим, например. Но у нас в государственной экономической политике сургулировано требование 25% инвестиций, цель, которые должны быть достигнуты. Понятно, каким образом мы можем требовать, насколько это, если мы так сильно отличаемся от Китая, насколько это достижимое, что для этого нужно сделать? Ну, вот сегодня более подробно у нас будут коллеги, именно об этом будем говорить. Но если вкратце останавливаться на этой теме, делать нужно и на стороне предложения. То есть нужно делать так, чтобы для бизнеса не нужно избыточных бездержек в процессе развития инвестиций производства было как можно меньше. Все, что связано с барьерами, с регуляторной гильотиной, то, что мы делаем, много-много-много таких элементов, которые будут позволять развитие инфраструктуры, что снижает бездержки для бизнеса. Но только структурными мерами и на стороне предложений, конечно, не обойтись. Здесь большая история. Это, конечно же, управление структурой спроса. От государственного вопрос, сколько средств государства, которые занимаются из экономики, направляют именно на развитие, на инвестиции, на ту же инфраструктуру. И второе, конечно же, структура частного спроса. И не зря я говорю про кредитование. На самом деле, те полтора триллиона, которые ушли на рост в портфеле потребительских приедетов в прошлом году, это потеря на инвестиции. То есть у нас инвестиций могло быть на полтора процента больше, если бы регулирование в части потребительского кредитования у нас было бы иное. Еще одним фактором, за счет чего мы росли в прошлом, и, наверное, можем расти в будущем, не так уж прямую связанную с инвестицией в Кремию, все еще росты, это чистый экспорт. Предусматривается ли, как вам кажется, если мы возьмем, например, несырьевый блок экономики, есть ли у нас какие-то перспективные меры и возможности по стимулированию, или, скажем, не обязательно экспорта, но увеличению чистого экспорта, прежде всего в несырьевых отраслях, которые бы тоже могли быть существенно вкладны в экономический рост? Здесь, с точки зрения внешнеэкономической деятельности, во-первых, нужно понимать, что мир существенно изменился, и там внешне, это у нас Дональд Трамп, который ориентируется в первую очередь цифрами именно торговли товарами. На самом деле, гораздо важнее смотреть, где в результате тех или иных операций остается добавленная стоимость. Я все время привожу яркий пример, это вот тот же iPhone. Очень хорошо на примере iPhone понимается, что такое лишняя экономическая деятельность, которая приносит реальный результат. Все мы прекрасно знаем, что собирается iPhone в Китае, много компонентов поставляется к нему из других стран, к Юго-Восточной Азии, но при стоимости в 1000 долларов, его себестоимость именно производства порядка 500 долларов. Все азиатские страны, которые занимаются именно производством iPhone, из этих 500, дай бог, зарабатывают несколько десятков долларов всего. То есть, имеют очень ограниченную маржурную на производстве этого процесса. А вся прибыль достается компании Apple, которая расположена в США, и которая сейчас имеет на своих счетах сотни миллиардов долларов в неиспользуемых финансовых ресурсах. Потому что вот в этой модели, и очевидно, что когда американский потребитель покупает iPhone, он его импортирует из Китая. Но на этом товарном потоке, на самом деле, который создает товарный эффектив между США и Китаем, основные деньги это зарабатывает компания Apple, а никак не китайские партнеры. Поэтому сейчас внешняя экономическая деятельность, она гораздо глубже и сложнее, чем просто добывали товарами. Это нужно понимать. И второе, выстраивая стратегии понимания того, на что ориентироваться в политике, важно именно ориентироваться на создание добавленной стоимости. Apple зарабатывает деньги на том, что она создает технологический продукт, делает его дизайн, и третье, занимается маркетингом, то есть убеждает потребителя, который изначально не хотел его покупать, в том, что это абсолютно необходимо и нужно сделать. Вот на этих трех историях технологии, дизайн и маркетинг Apple зарабатывает основную прибыль от этого конкретного продукта. Поэтому здесь как раз тот же этап самого производства является уже низком маржинальным, и Apple с радостью и выводит до недавнего времени, сейчас, хотя торговая война, может быть, вся эта политика будет пересмотрена, и Apple будет нести, конечно, очень большие убытки из-за падения продаж в Китае и из-за проблем с цепочками добавленной стоимости. Но до последнего времени при открытых рынках, открытом потоке товаров эта система работала очень эффективно. Поэтому и России, двигаясь здесь вперед, нужно в первую очередь задавать себе вопрос при принятии каждого конкретного решения, какую добавленную стоимость российская экономика получит от того или иного экспорта. Может быть, какие-то этапы производства нам лучше вынести в другие страны, где предложение труда больше, где предложение труда дешевле, как раз концентрируется больше на тех этапах, которые дают больше добавленную стоимость. — Спасибо большое. Часть проблематики понятна. В то же время мы, как страна с средним уровнем доходов, обладаем свойством, похожим на другие страны, которые, казалось бы, попали в ловушку средних доходов, как раз в котором свойственны увеличения частного потребления, сокращения инвестиций и так далее, которые с трудом могут увеличить темпы экономического роста за счет увеличения более эффективного инвестиционного ресурса. Как раз примерно в Индонезии и Китая показывают, что страны изначально более бедные смогли существенно за счет увеличения ресурсов увеличить темп, подтянуть. Совершенно верно. — Наталья Владимировна Ханченкова. Можно вас попросить как раз высказать свое мнение, насколько нам, как стране, может быть, не только нам, именно проблема стран, находящихся в ловушке среднего уровня доходов, является критической в данном случае. Насколько реформы, о которых мы сейчас говорим, способны эту ловушку преодолеть или, может быть, даже просто не заметить? Спасибо большое. — Спасибо большое. Для меня большая честь сегодня выступить на этом представительном форуме и особенно приятно выступать в стенах родного МГИМО. Поэтому большое спасибо Борису Юрьевичу и Анатолию Васильевичу за приглашение выступить сегодня. Я хотела бы коротко поделиться некоторыми наблюдениями и выводами, которые сделали мои коллеги из офиса главного экономиста ЕБРР в своем недавнем исследовании, которое как раз исследует модели роста стран со средним доходом на то же население. Хотя нет общепринятого определения, что же такое страны со средним доходом, но условно можно рассматривать это доход от 1,3 до 2,3 дохода США на душу населения по паритету покупательных способностей, что тоже очень важно подчеркнуть. Хотя страны со средним уровнем дохода сейчас продолжают догонять более развитые страны, но темп так называемой конвергенции, он замедляется, и для некоторых из них этот процесс вообще приостанавливается. И вот эти трудности перехода к более высокому уровню доходов для этой группы стран, он вот и был назван ловушкой, и этот термин ввели экономисты Всемирного банка в 2007 году. Они отметили, что переход к высокому уровню дохода, он качественно отличается от предшествующего периода, когда происходил транзит с низкого дохода на средний уровень дохода. Но это связано в первую очередь с тем, что должен произойти переход от модели развития на основе имитации, то есть приобретения, копирования, адаптации существующих технологий к новой модели, к модели на основе инноваций. А это предполагает в свою очередь другие навыки, другую квалификацию, другую экономическую структуру, и что очень важно, другие институты. И страны, у которых не получается таким образом себя обновить, они именно оказываются в этой ловушке. И поэтому очень важен опыт успешных стран, которые сумели этого избежать, и которые выросли с низкого уровня дохода до высокого уровня дохода. И очень часто приводится пример Южной Карелии, которая трансформировалась сначала за счет мощи очень крупных промышленных конгомератов, которые с помощью государства мобилизовали ресурсы, скоординировали инвестиции, необходимые именно для индустриализации страны. Но к концу 90-х годов эта модель себя исчерпала, и страна переживала существенный кризис в 98-м году. Однако Южная Корея воспользовалась этим кризисом для реструктуризации вот этих конгомератов, для развития конкуренции, инноваций и трансформации экономики из индустриальной в постиндустриальную, которая основана на экономике знаний. И важно отметить, и конечно есть другие тоже успешные страны, которые совершили этот переход, но важно отметить, что сегодня условия вот этого перехода, они существенно отличаются от той среды, в которой осуществляли свой транзит предшественники. И глобальная экономика намного более открытая, и сдержки трансграничных перевозок, торговли, инвестиций существенно ниже, квалифицированные трудовые ресурсы, они стали значительно мобильнее. Инновации теперь конкурируют уже не за национальные, и даже не региональные рынки, а за глобальные рынки. И технологические изменения существенно ускоряются. Это бросает новые вызовы странам со средним уровнем дохода. И вот об этих вызовах я хотела бы несколько слов сказать, потому что я считаю, что это очень актуально для сегодняшней дискуссии. Во-первых, страны сталкиваются с так называемой преждевременной деиндустриализацией. Если раньше развитие шло последовательно от индустриализации, когда вот шел переток сельского населения в города, на более производительные фабрики и заводы, а уже за этим следовало деиндустриализации на более высоком уровне доходов, то есть происходил переток ресурсов в сферу высококвалифицированных услуг, то сейчас, сегодня доля промышленности ВВП и занятости достигает своего пика существенно на более низком уровне, чем раньше. Это означает, что средним странам приходится создавать вот эти новые высококвалифицированные рабочие места в сфере услуг на более раннем этапе развития и при существенно более низком качестве человеческого капитала. И вот данная преждевременная деиндустриализация – это результат как раз углубления глобализации и технологического прогресса. Если раньше промышленность перетекала из стран с дорогими трудовыми ресурсами в более дешевые, то сейчас промышленность остается в высокоразвитых странах, а очень часто даже назад возвращается, потому что происходит процесс автоматизации и нет уже этой потребности в дешевых трудовых ресурсах. И вот эта преждевременная деиндустриализация, она бросает следующий, второй вызов – то, что сегодня вот этот переход на новый уровень в большей степени зависит от инноваций и от инвестиций в НИОГР. Однако в сегодняшнем мире, в сегодняшнем мобильном глобальном мире, когда квалифицированные кадры стали мобильными, их оплата диктуется уже глобальным спросом, глобальной конкуренцией, поэтому средним сторонам становится все дороже и сложнее их привлекать. Третий вызов, который отмечен в этом исследовании, он связан как раз с проблемой неравенства, о которой мы сегодня уже говорили. Раньше так называемая конвергенция, она поднимала, приводила к повышению уровня жизни всего населения страны, и социальная защита как раз играла меньшую, может быть, роль. А сейчас вот эта глобализация и технологический прогресс, они привели к поляризации трудовых ресурсов не только в более развитых странах, но и уже в странах со средним уровнем дохода. Так вот происходит деиндустриализация, сложно создавать вот эти высококвалифицированные рабочие места, и квалифицированные кадры, они перетекают или в малоквалифицированные сектора экономики, или, в принципе, выбывают из рынка трудовых ресурсов. И поэтому сейчас, когда речь идет о социальной защите, это уже не только пенсии, это не только доступ к социальным услугам, но это, наверное, уже все более и более важно. В первую очередь, это возможность переподготовки на уже позднем этапе карьеры, это постоянное пожизненное приобретение налогов и иногда новых профессий. Четвертый вызов, который опять мы видим в странах со средним уровнем дохода, это старение, быстрое старение населения. И мы особенно это видим в странах, в которых ЕБР работает в Европе. По мере сокращения доли трудоспособного населения, все труднее становится поднять вот этот средний уровень дохода для всего населения. Но более развитые страны, они могут решать эту проблему или пытаться решить эту проблему за счет эмиграции, за счет автоматизации и за счет существенного увеличения трудовой жизни населения, длительности трудовой жизни населения. Но в странах со средним уровнем дохода они сталкиваются, наоборот, с проблемой эмиграции квалифицированных кадров, а в автоматизации они отстают из-за более низкого уровня иногда инвестиций, но увеличивать продолжительность трудовой жизни сложно из-за часто более слабой системы здравоохранения. Пятый вызов — это вопросы изменения климата. И здесь, наверное, вот опять эта группа стран, они в большей степени страдают, платят наибольшую, самую высокую цену за загрязнение окружающей среды. И так как менее развитые страны по определению менее индустриализированы, а уже более высокие развитые страны, они в первую очередь развивают сферу услуг. И, наверное, в этой связи один из рецептов или рекомендаций, здесь, конечно, важно как можно быстрее ликвидировать любую форму субсидирования энергоресурсов, чтобы создавать стимулы, повышать энергоэффективность, а также необходимо увеличивать государственные инвестиции именно в устойчивую зеленую инфраструктуру. Ну и последний вызов, на котором я хотела бы остановиться, это развитие финансового рынка в данной группе стран. И здесь важен не столько уровень доступности финансов, а именно структура и качество финансового рынка. Но большинство стран этой группы, хотя существенно имеются кредитные ресурсы, но они не имеют глубоких рынков капитала в том, что касается именно долевого капитала. И это понятно, так как для расширения инвестиций в собственный капитал компании именно для этого очень важен уровень корпоративного управления и уровень защиты инвестиций. А именно собственный, именно долевой капитал способствует решению задач создания экономики, основанной на знаниях, расширения инноваций, потому что именно долговой капитал, я могу как банкир сказать, он намного более консервативный. Банкиры предпочитают уже устоявшиеся проверенные технологии. Именно собственный капитал, собственники стимулируют инновации. Но и также именно собственный капитал, он способствует развитию зеленой экономики. Так как для собственников в долгосрочном плане опасно, чтобы их активы были заброшены из-за изменения регулирования или из-за каких-то климатических изменений. Ну и отдельно, вот, наверное, последнее, на чем я хотела бы остановиться, это особенности развития малых и средних предприятий, как раз в средних странах, особенно актуально на форме, посвященном предпринимательству. Исследования показали, что поведение вот этой группы МСП существенно отличается от поведения в разных странах. Производительность этих предприятий ниже, чем крупных предприятий. Но это, наверное, неестественно. Но если сравнить, вот, скажем, страны, в которых работает ЕБРР, посмотреть группу МСП, они существенно больше отличаются, разрыв намного больше, чем, скажем, в Германии. И возможности их роста намного меньше, что связано с регулированием, с более слабой защитой инвестиций, низким уровнем управления. А именно МСП в условиях, когда должна создаваться инновационная экономика, здоровая экосистема МСП особенно важна. И в заключение, возвращаясь, наверное, к названию нашего форума, Столыпинские реформы в свое время способствовали развитию рынка, развитию индустриализации, началу роста уровня доходов. И сейчас, наверное, для выхода на новый уровень развития нужна программа, наверное, реформ Столыпин 2.0. И это ускорение инвестиций в НЕОКР, внедрение инноваций, развитие конкуренции, развитие рынков капитала, особенно долевого, качество управления институтом. Ну и, конечно, инвестиции в устойчивую качество инфраструктуры и человеческий капитал. Спасибо большое. Перед тем, как говорить дальше, я хотел бы поблагодарить за участие Максима Станиславовича. Ему, к сожалению, невозможно с нами находиться далее. Нужно ехать на достижение правительства. Спасибо большое за участие. Раз мы заговорили о малых странах, в которых свой путь, но которые находятся во многом в схожих проблемах, в схожих ситуациях с Россией по части проблем, с которыми они сталкиваются, можно ли было бы попросить господина Яна осветить вопрос опыта Чехии в экономической трансформации в последних 20 лет, с упором, конечно, на те процессы, которые происсякали в последние годы, поскольку до этого ситуация все-таки постсоветская, она существенно отличается от того, что есть сейчас. И, прошу прощения, секунду буквально, поскольку мы близимся постепенно, перешли во вторую часть нашей сессии «Вижемся», я попросил госпитеров придерживаться регламента, 8-10 минут. Спасибо большое. Добрый день, дамы и господа. Я бы хотел выразить свою благодарность организаторам за возможность выступить здесь, именно здесь, на территории мировой известного ГИМО, и сказать что-то про опыт Чехии во время уже 30-летней трансформации. Для начала я скажу, что я бы мог сказать в конце, но я бы уже мог забыть, или модератор бы меня не разрешил это сказать, но это самое главное. Меня организаторы немножко напугали, когда написали, что надо какие-то советы для России, чтобы посоветовать, чего делать. Я, честно говоря, напугался, потому что я чуть знаю, как это трудно и в Чехии, и в России, и в других странах. Так что советовать ничего напрямого не буду. Но с другой стороны, может дойти в заключение, так зачем мы в общем говорим про этот международный опыт. Но это полезно, очень полезно, но надо тем, которые будут делать реформы или программы, тщательно думать и понимать, что все эти иностранные программы надо переводить как песню, как стихотворение. То есть создаются новое, чего-то новое, потому что если это будет переводиться напрямую, как какая-то статья экономическая, то ничего хорошего не видят, и самый плохой результат будет, если это кто-то переведет к Google Translation. Это уже большой опыт с 90-х и нулевых, поэтому. Давайте пойдем дальше. Это я уже сказал. Вот где мы находимся, как Ческая республика, после 30 лет трансформации. Ческая республика сейчас на 16-м месте по воловому продукту на душу населения. Мы перепрыгнули уже некоторые старые страны, как Грецию, Португалию. И я думаю, достичь Италию в ближайшее время будет полностью реалу, причем на душу населения. Небе впрочем, в Чехии сейчас самая низкая безработница в Евросоюзе. Конечно, с большой точки зрения, где мы находились в 38-м, и где мы находимся сейчас, надо поработать, потому что в 38-м в Чехословакии, тогда Ческая республика была на уровне Австрии и Финландии, а этого добраться пока не повезло. Я перепрыгнул, как эти реформы происходили. Были через большой удар на макроэкономические обстановки, хотя я не рекомендую никому, чтобы из инфляции разыгрывать, но все-таки надо говорить про другие вещи. И там были интересные вопросы у регидаторов, какое министерство и кто управлял реформой. В Чехословакии это было не очень сложно. Реформой управлял тот министерство или ведомство, где сидел господин Клаус. Это понятно и в Чехии, и в России, и в других странах. То есть просто такое лицо, которое всегда управляет. Мы первые, чтобы его все приватизировать, это было самое главное. Была такая идея национального капитализма. То есть будут только чешские предприниматели, они сделают то же самое, как иностранцы. И не будем поддерживать иностранные инвестиции, как раз такую глупость могу совершить только в Венгрии. Это была такая идея. Но потом это закончилось не очень славно. Просто народный капитализм развалился в 97-м. После очередной приватизации обворовали портфольных инвесторов и прочее, и прочее. И надо было передумать политику. Кстати, это тоже интересная история, это про другие семинарии, как создавали «Пиперс капитализм», капитализм для народа, и потом оказалось, что это полная ерунда. Все эти фирмы исчезли из биржи и без этого. Но это не в наших. Но потом приходило первое падение валового продукта. Это был сигнал, что чего-то не в порядке. Потому что это первое падение, это была просто трансформация, и это все понимали. Второе было полностью непонятно. Именно из-за того, что когда Чехия падала, так наши соседи Венгрия и Польша росли в 96-м, 7-м, 8-м году. И тогда мы добрались даже до такой ситуации, где никто не ожидал из теоретиков, что приватизирование предприятия, их результаты были хуже, чем у государственных. С исключением иностранных инвестиций. Самые хорошие результаты по добавленной стоимости были иностранных фирм, а домашние приватизированные фирмы были хуже, чем государственные. Я не говорю, что это всегда, но оказалось, что может быть гораздо сложнее, что приватизирование все будет сразу лучше. не было. Но потом я перепрыгну немножко, потому что это через чур самое главное изменение была полностью другая политика. Поддержка иностранных инвестиций, приватизация банков и большое давление на реструктурализацию, банкротство, потому что это тоже важная часть капитализма, когда фирма заканчивает свою жизнь. именно с этими инвестициями дошло до главного изменения политики. Чего было сделано для этого привлечь иностранные инвестиции? Промышленные зоны. Это прежде всего подготовка инфраструктуры. Это не были чрезвычайные экономические зоны, как в некоторых других странах. это просто промышленная зона, в которую могут войти иностранные инвесторы и домашние инвесторы, а там подготавливается для них инфраструктура и еще, что самое главное, разрешение для стройки попроще, потому что это уже территория подготовлена для промышленности. Дальше там была подготовка рабочей силы, это очень важно, поддержка налоговая. В некоторых отдельных случаях это была поддержка наличными деньгами, на это до 5%, и это строго контролирует Евросоюз, чтобы страны не соревновали в этом. Но самое главное, это добрая воля всех уровней правительства. У нас много опыта, когда поддерживает местный уровень, областный и государственный, тогда инвестиция сделана. И когда там кто-то начинает разыгрывать свои игры, тогда было много провалов тоже, потому что для этого нужен Goodwill всех уровней правительства. потом мы подвергнулись, сейчас Чешская Республика на 5-ом месте, что касается количества иностранных инвестиций по сравнению с воловым продуктов. А вот здесь я добрался и не говорили с госпожей Хаенковой middle income трет ловушка среднего дохода. Хотя я думаю, с формальной точки зрения Чехия не входи в эту дефицит мирового банка. Уровень доходов выше, но все-таки эта проблема может быть по-другому называется, но она полностью реальная. Мы бы это дефицитировали как постоянное оставание за Германией. Причем это нелегко с политической точки зрения, потому что чешское население необразованно экономически думает, что мы должны быть на том же самом уровне как Германия, не только как Германия, а самая богатая страна Германии Бавария. Что это эталон? На самом деле Бавария это из самых развитых территорий не только Германии в мире. Трудно найти территорию, которая в лучшем состоянии, чем Бавария. Тогда вот здесь Бавария, Чешская Республика хотя это видно, и когда посмотрим на результаты головного продукта Германии по отдельным лендам, тогда Бавария на первом месте, конечно, если не считаем область и города как Хамбург и Бремен. И как оказывается Чехия сравнивает Мекклингу Форпоморен, это текущие доллары, если бы это было в паритете, может быть мы были близко самой бедной части Германии. А сейчас вопрос, что с этим делать, чем мы занимались, когда я был министром промышленности и торговли. И вот именно это R&D, потому что это самая главная разница. страны, которые по-настоящему развития способны внедрять R&D, экономику не только в промышленности. Самые хорошие достижения Германии, Соединенные Штаты, Израиль. Это где мы стараемся. Это трудно учиться, потому что Германия это бюрократическая структура с первой изгладки. Она работает очень хорошо о франковой странах института. Второе, мы стараемся до сих пор поддерживать иностранные инвестиции, но с давлением на то, чтобы было высокой добавленной стоимости. Но это оказывается гораздо сложнее, чем, так сказать, обычные инвестиции. Как, например, в бесконечном разговоре с G Aviation, чтобы они производили двигатели для самолетов. И они хотят не только их производить, они хотят исследования сделать, все проверки, но это стоят огромные деньги, а причем нету никакой гарантии, что наконец-то производство будет. Это BMW, который будет строить в Западной Чехии, что опять дает очень много хороших рабочих мест. Кроме того, мы обнаружили, что в общем Чехской Республике нет проблем с созданием маленьких фирм. хотя знаете, кто самые большие инвесторы в чешские маленькие средние фирмы? Иностранные, это русские. Не по объему капитала, а по количеству фирм созданных. Интересно подумать, начинать. Видимо, для них там условия хорошие. но обнаружили, что это технологические стартапы, и за этим сложнее. Это должна идти поддержка правительства, но самая большая проблема это venture capital. Это потому, что чешские фирмы, это еще народная особенность, предприниматели не любят риска. Они финансируются ритм, профит, то есть из профита, они финансируются от классических банков, нет такого, это значит, это делает их развитие медленным. Устойчивое, нет опасности, что будет банкротство, но нет такой динамики. Но с этим двинуться вперед очень тяжело. Промышленность 4-0. Это просто не то, что мы выдумали какой-то популярный слоган. Это из-за того, что товарищи в Германии приняли такое решение. Если чешские фирмы, которые снабжают огромным количеством, например, все большие производители легковых машин в Германии не присоединят к этой системе, то они просто не будут поставляться. Электрические машины это следующий большой вызов, потому что это будет большая реструктуризация автомобильной промышленности. Мы уверены, что производство машин будет продолжаться, но они требуют в общем других частей электрические машины. еще важно одно участие в европейской интеграции, потому что для Чешской республики очень важно, чтобы экономическое пространство было больше от страны с населением 10,5 миллиона населения. И чтобы европейская интеграция продолжалась, это огромный рынок, который сам Евросоюз 510 миллионов потребителей, если добавим таможенный союз, который еще больше европейское экономическое пространство. Но проблема состоится в том, что эта интеграция очень успешно экономически, это очень хорошее пространство для фирм, кажется, не такое хорошее пространство для народа. Он уже начинает высказываться в европейских выборах. Трудно сказать, как он выскажется. И есть опасность дезинтеграции. Это было бы очень плохо, потому что успешность честной экономики очень зависит от того, что мы участвуем в европейской интеграции, куда идет 84% экспорта. Мы хотели бы, чтобы это было меньше, потому что это даже чересчур старались экспортировать. Я лично посвящал русские города, но, к сожалению, это были не санкции, которые остановили рулю торговли с Россией, а это была девальвация рубля в 2014-м, которая повлияла не только на Россию и на СНГ. Влад, а мы могли бы постепенно влиться к финалу, потому что у нас сегодня не отлично санкции. Моя притчика была большой медведь, так ли? Спасибо большое. Андрей Юрьевич, во многом Московская область по размерам сопоставима даже больше, чем центральные европейские страны по населению и по площади. Насколько проблемы, с которой по стимулированию экономического роста, как вы справедливо сказали в вступительном слове, нет никаких природных ресурсов, особенно энергетических, которые можно было бы эксплуатировать и на них жить? Насколько за время, пока вы являетесь губернатором, сформировалась понятная стратегия и политика поддержки экономического роста и индустриального развития, опирающаяся ровно на несырьевой экспорт? Или вы находитесь еще в процессе поиска? Чуть поменьше по населению, чем Чехия и по территории, совсем немножко. И на самом деле, то, что сейчас господин Младок сказал, очень много вы рассказывали нам, делаем мы Московской области. Экономический рост Московской области очень долгое время, на протяжении последних шести лет составляет 3,2-4 процента в год. Наш валово-региональный продукт где-то 4,5 триллиона мы хотим коснуться в этом году. Чтобы было понятно, он второй в стране, а первый Москва 16 триллионов. То есть мы вторые 4,5. Ну и соответственно мы понимаем, что наш бюджет Московской области для такой территории недостаточен, чтобы решить все эти проблемы, чтобы качество жизни Московской области было таким же, Москве. Я не буду сейчас строить международную экономику, хотя тоже умею это делать, про Китай, про Индию, про Европу и про ставки рефинансирования. Я буду говорить только о своей территории, которой мы занимаемся. Что мы видим? Опять же буду ссылаться на опыт Чехии. Мы видим, что инвестиции в индустриальные парки, впрочем, что делал Китай в свое время, что сейчас делает Чехия на своей небольшой территории. Мы видим, что каждая инвестиция в обустройство индустриальных парков дает феноменальный эффект. Например, в Дмитрове мы в 20 гектаров инвестировали 900 миллионов. Только в первый год мы заполнили всю эту территорию. Это сырный кластер у нас будет. Инвестиции 3 миллиарда. В Пущино фарм-кластер. Там тоже порядка 20 гектаров. Мы инвестируем 2,6 миллиарда. Подписали контрактов на отечественные иностранные инвестиции на 20 миллиардов. 6 компаний на год. В Есипово, где Мерседес построил завод, там порядка 200 гектаров. Мы инвестировали 4 миллиарда, не очень много. Эффект от этих инвестиций 50 миллиардов. Поэтому, что я могу сказать? Мы в Московской области открываем порядка 30-40 компаний. Это не громадные компании. Средняя численность наверное 150-300 человек. Но все они высокотехнологичные и многие из них экспортно ориентированы. То есть эта продукция уже экспортируется или имеет экспортный потенциал. Инвестиции в основной капитал в 2013 году у нас были порядка 600 миллиардов рублей. В этом году мы должны коснуться триллионов. То есть что нужно для того, чтобы быть успешным экономически развитым субъектом или территорией или страной? Нужно просто грамотно инвестировать в инфраструктуру и убирать те барьеры опять же, о которых наш чешский коллега сказал. Это не бином Ньютона, то, что я нам сегодня рассказывал, это первый класс, вторая четверть. Но если муниципальные, региональные, федеральные власти убирают, устраняют барьеры, они не рассуждают о том, что они мешают, то все начинает двигаться и летать. Разрешение на строительство, сертификация, получение ТУ на газ, электричество, канализацию и прочие вещи, все это имеет определяющее значение в успехе экономического развития той или иной территории. Вот мы, собственно говоря, этим и занимаемся. создали специальный офис, называется он Центр содействия строительству. И все хлопоты по прохождению документов по строительству, а экономика это всегда стройка, фабрика, завод, это всегда связано со строительством. Мы сопровождаем вручную. У нас есть специальный офис, его посещал и премьер-министр, и разные профильные заместители. Офис, который выпрямляет все процессы. Мы все хлопоты с оформлением документов берем на себя. Все 100%. И это все приводит к результату. Понятно, есть серьезные барьеры, о которых Борис Юрьевич часто говорит, и сегодня, к сожалению, об этом мало сказал ввиду занятости Максим Станиславович. Даже самые успешные компании сегодня, респектабельные, которые на хорошем счету в Сбербанке, они кредитуются под в лучшем случае 10%, а чаще под 12%. Мы видим, что стоимость капитала сегодня очень высокая. Например, ипотека у нас самая дорогая в мире. Если в прошлом году она была на уровне 9,5-9%, то в этом 10,6-11%. Экономика это спрос. Там, где нет спроса, нет экономики. Это, опять же, азы, наверное, даже, которым ему уже не попадают. Поэтому здесь стоимость капитала всегда и наличие капитала для России всегда являются проблемы. Тем более сейчас сложные международные обстановки. И нам предстоит тоже ответить, развязать этот узелок, как сделать так, чтобы капиталы не уходили, а приходили в нашу страну, потому что они нам жизненно необходимы. Ну и еще завершение про федеральную программу. На примере тоже была федеральная программа строительства теплиц. Может быть, кто-то с ней сталкивался. Вы знаете, что мы были тотально зависимы по овощам, окурцам этой продукции. Была федеральная программа, она 2 или 3 года действовала. Вот в Московской области с федерального бюджета на дотацию капитальных затрат на 114 гектаров получила 2,5 миллиарда рублей. Эффект, который получает только федеральный бюджет через МДС миллиард 350 в год. И этот миллиард 350 федеральный бюджет через МДС будет получать очень долгое время, не знаю, 50 или 100 лет. Я не говорю уже про занятость, о которой опять же наш коллега говорил. Конечно, можно говорить о том, что центры прибыли находятся там, где рождаются инновации. Мы сегодня слышали это в докладах, это действительно так. Но тогда, когда нет занятости, это вообще беда. Поэтому, может быть, центр прибыли Мерседеса и находится в Германии, но я могу сказать, что лица людей, молодых людей, которые получают от 70 до 150 тысяч рублей после окончания колледжа работая на Мерседесе, они горят. То есть люди дорожат своей работой, люди делают ее качественно, и когда мы открывали Мерседесы, имели возможность общаться с инженерами и тренерами этой корпорации, они не ожидали такой высокой компетенции, такого высокого качества работы. Поэтому сама работа по себе, мне кажется, сама занятость и в конце концов НДФЛ, извините за такие подробности, он тоже имеет для нас, для территории, для страны определяющее значение. Если все это делать, то будет экономический рост. Мы инвестируем в Московскую область из своего 700 миллиардного бюджета только 15-15 миллиардов рублей, а у нас состоит в блоке инвестиций. Многие другие регионы даже этого близко не могут позволить. Например, на социальную сферу, на школы, больницы, детские сады, в этом году мы проинвестируем порядка 35-40 миллиардов рублей, чтобы было просто понятно. У нас растет численность Московской области на заметно на 90 тысяч в год. И мы не успеваем обслуживать социальную сферу, поэтому большие деньги, и это справедливо, жители требуют этого, мы отвлекаем туда. Но каждую свободную копейку мы направляем на подготовку территории, на то, чтобы создавать новые рабочие места. Конечно, если все уровни будут двигаться в одном направлении, и все будут одержимы, и все будут понимать, что экономика всему голова, то, конечно, можно очень многого добиться. Спасибо Борису Титову за организацию этой площадки. Спасибо большое.